Как прошел второй день на международной книжной ярмарке Nonfiction, расскажет Юлия Струкова. У меня к русскому языку вопросов нет. Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа. Сборник афоризмов Виктора Черномырдина к его 85-летию выпустило Оренбургское книжное издательство. Эту книгу можно найти на стенде Альянса независимых книгоиздателей. Это некоммерческий проект. Региональные книгоиздатели плечом к плечу. Орендуя здесь маленькое пространство метр на метр, в этом ворохе книг можно найти истинные редкости. Дальше лучи искусства. Центральная аллея ярмарки с экспозициями, посвященными разным его областям. Они приводят в одноименный павильон. Здесь с комфортом можно посмотреть материалы об истории дизайна и современного искусства от преподавателей высшей школы экономики. Множество книжных новинок презентуют вокруг ежечасно. Книгу «Образ Фаворского» Елены Муриной представляют ее сын, искусствовед Андрей Соробьянов и внук Фаворского, художник Иван Шаховской. Это подборка текстов самого Фаворского, которую сделала Елена Борисовна. Она была знакома с Фаворским, знала его лично и поэтому ее свидетельства особо ценные для нас. Письма декабриста Сергея Муравьева-апостола к отцу из ДНР ГГУ. Обнаруженные в Госархиве были впервые переведены с французского на русский язык. Эти письма очень важны как описание быта русского дворянства, быта русского офицерства, как описание литературных взаимоотношений внутри русского дворянства. К 80-летию Сталинградской битвы приурочено издание «Непокоренный Сталинград». В нем полная панорама двухсот дней сражения за город с воспоминаниями генералов, свидетельствами рядовых и мирных жителей. Уникальные документы, редкие фотографии. Как правило, многие историки любят разделять наступательную операцию, оборонительную. Здесь же старался сфокусировать всю Сталинградскую эпопею. Аншлаг вокруг новой книги Юрия Роста. Еще до презентации читатели осаждают автора. В очередной раз ему приходится объяснять, почему книга называется «Разговоры в конюшне». Третьим будешь? Вот это вот маленький, убогий домик – это и есть конюшна. Это мастерская Роста, где велись доверительные разговоры с людьми эпохи, которые непросто было сделать публичными. Внутри фотографии из той самой конюшни в одну краску, как в газете, но напечатаны так, будто они летят в воздухе. И, отмечает автор, выдающаясь работа художника Бориса Тимофеева. Третьим будешь? Он еще поиграл с читателем. Видите, это зеркало. Ты третий. Два человека беседуют, и мы тебя приглашаем третьим. Не в том смысле, что выпивать. Хотя это тоже неплохо. Свои рекомендации о лучших книгах дают сами издательства. Прямо на входе так называемые топ-листы для любой аудитории. Впрочем, те, кто приходят на нонфикшн, обычно люди мотивированные и точно знают, что хотят – полистать, почитать, купить, посмотреть или услышать. Юлия Струкова, Денис Истопчук, Новости культуры.